Пятый канал представляет СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, больше ничего не видел. Ясно. Спасибо. Не уходите никуда. Ага. Ну что, Степ? Кровь. А ты что хотела? Я бы хотела, чтобы все это оказалось розыгрышем. Ой, как же меня ломает работать в празднике. А мне нравится работать. Особенно на 8 марта. Да? Ну, смотри, вот расскажу твоей. Не надо. Ты лучше расскажи там, кто кого похитил. Расскажу, расскажу. Значит, гражданин Фурсов Арсений Николаевич обнаружил подборниками автомобиля своего начальника записку. Два миллиона рублей. Если денег не будет, Лапшин будет убит. А брызги кроя на автомобиле убедили его в серьезности намерений. А Лапшин это кто? А говоришь, любишь работать в празднике, Степ? Лапшин, начальник. Виталий Юрьевич. А этому начальнику Лапшину кто-нибудь пробовал просто позвонить? Прежде чем вызвать полицию, Фурсов позвонил начальнику. И вот что услышал. Ну, понятно. О, может это сам Лапшин тебе перезвонит, а? Дождешься от него. Холодов? Да, Андрей. Кажется, мне не рады мне перезвонить на недельки. Что, цену тебя набиваешь? Говори. Я тоже рад тебя слышать. Машина, на которой лежала записка с требованием выкупа Лапшина, действительно принадлежит Лапшину. А что-то полезное ты можешь сказать? Да, конечно. Уши отрываются легче, если их тянуть к затылку. Он что, издевается надо мной? Не-не, я тоже такое слышал. То есть вы оба надо мной издеваетесь? Нет, серьезно, ты как-нибудь ее проверь, только не на мне. И что мне делать с этими знаниями? Не останавливайся, продолжай. Я лучше пойду с камерой разберусь. Запись достану. Глядишь, отпустит. Давай, давай. Этот Лапшин, чем он занимается? Продажа крупного электрооборудования. Вполне себе солидный бизнес. Не очень криминальный. Что еще? У меня есть видеозапись похищения. Так чего ты тянешь? Давай смотреть. Можно увеличить изображение? 14.30. А когда пропала сети телефон, Лапшина? В 14.00. Может, он кого-то ждал и отключил заранее? Давай досмотрим до конца. Кто-то стоял, потом кто-то подъехал. Ну, зато есть эмоциональное воздействие. Особенно, если трагическую музыку подложить. Займись на досуге. Галина Николаевна, телефон Лапшина по его сети. Лапшин? Лапшин. Виталий Юрьевич. Выходите из машины. Вас же похитили. Кто? Это ты его? Да когда бы, Степ? Так, я вообще ничего не понимаю. Давайте садитесь к нам в машину. И вы тоже. Я же вам говорю, меня никто не похищал. Я вышел с работы купить цветы жене и теще. Вы вообще в курсе, какой завтра день? Ну, что-то слышал. А цветы где? Не успел купить. Вы меня на полдороги прихватили. А это тогда кто? А Бог его знает. Разве тут разберешь? Степа, взгляни, пожалуйста. Какая любопытная переписка между гражданином Лапшиным и абонентом налоговой инспекции. Она пишет, во сколько тебя ждать. Я объясню. А Виталий Юрьевич ей отвечает, буду в два. Очень соскучился. Слушай, я никогда не видел человека, который так бы соскучился по налоговой инспекции. Я тоже. Лапшин отключил свой телефон в два. И свидание с налоговой у него было назначено на два. Мне кажется, что у каждой такой инспекции есть имя и фамилия. Я тоже думаю, что это ее творческий псевдоним. Настоящее имя Истомина Людмилы Андреевны. Она ничего такая. Ее псевдоним ей очень подходит. Ах, гадина! Сволочь! Негодяй! Не понял. Это я не вам. Вот и славно. Федеральная экспертная служба капитан Данилов. Я могу войти, Людмила Андреевна? Спасибо. Конечно. Я знаю Виталика. Мы с ним сегодня расстались. А, так вот эта вот приветственная речь, она предназначалась ему? Естественно. За что же вы так осерчали? Этот козел обещал со мной провести 8 марта. А сегодня сказал, что не сможет. Вы обиделись и... Вы из-за этого пришли? Ну да, я отключил телефон. Чтобы не мешал свиданию. Я же не знал, что она на меня набросится. В мобильном телефоне налоговой, то есть Людмилы Истомина, мы обнаружили вот эти фотографии. Это не Людмила? И не ваша жена? Нет. Из-за этих фотографий вы поругались с Людмилой Андреевной? Людмила Андреевной? Открывай. Открывай. Что это? Я тебе все объясню. А теперь убирайся отсюда. Кобелина. Бабник. Похотливое животное. Я вот только не понял, зачем нужно было устраивать стриптиз? Чтобы он расслабился. Эффект неожиданности и все такое. А лицо из сарапли зачем? Чтобы жена увидела. Как-то жестковато. Можно изменять жене с любовницей. Можно изменять любовнице с женой. Но изменять любовнице с другой любовницей? Это уже настоящее свинство. В Москве 7 марта на офисной автостоянке похищен неизвестный мужчина. Преступники приняли его за директора торговой компании Виталия Лапшина. Следствие выясняет, что в момент похищения Лапшин был у своей любовницы Людмилы Истоминой. Смотрите, что я нашел у Лапшина в багажнике. Что это? Это GPS-передатчик, маячок. За Лапшином следили. Чья кровь на машине? Кровь мужская. Хозяина в базах нет. Видимо, кто-то просто стоял возле машины, его приняли за Лапшина и похитили. Зато мы знаем, как зовут вторую любовницу Лапшина. Спирина, Светлана Сергеевна. Можно просто Света. Вот эти фотографии Света были посланы... Были посланы близкой подруге, гражданина Лапшина, Виталия Юрьевича. Вот здесь я не очень получилась. Как думаете, кто мог сделать эти снимки? Понятия не имею. Но мне прислали похожее. Кинули в почтовый ящик. В каких отношениях сейчас вы с Лапшиным? В прохладных. Завел себе гарем козлина. Андрей? Откуда дровишки? Очень-очень назвай. Не компьютер, а дрова. Этот Лапшин просто жмот какой-то. Мог бы своей любовью купить нормальный ноутбук. Какой из? У него их несколько. Светлане спириной. Мне даже ее жалко стало. Ха! На этом и работа. Галина Николаевна, там пришла Лапшина. Жена Лапшина. Что хочет? Говорит, мужа похитили. Опять? По-моему, ей до сих пор никто ничего не сказал. Жены всегда все узнают последними. Здравствуйте, Лапшина Марина Игоревна. Вот, смотрите, мне сообщение пришло. Вот. Подождите плакать. Ваш муж в безопасности. Да в какой безопасности? Тут же сказано, что нужно собрать деньги до девятого марта, иначе его убьют. Пойдемте, я вам все объясню. Вместо вашего мужа похитили другого человека. Что это? Как? По ошибке. Пойдемте. Что вы сделали с моей машиной? Мы искали следы похитителей, но обнаружили, что на морде у нее практически нет живого места. Она почти новая. Только что из ремонта. Заменен передний бампер, фара, капот, решетка радиатора и узлы рулевого управления. Этого не может быть. Только-только после ДТП. Я брал ее в хорошем, проверенном салоне. Там не могли впендюрить восстановленный хлам. Вы должны послать похитителям сообщение о том, что вам якобы нужно убедиться в том, что Виталий Юрьевич жив и здоров. А можно мне самой сначала в этом убедиться? Конечно. Степан? Живой. Марин, все нормально. Нормально? Ты почему трубку не берешь, а? Ты что, больно же? Телефон у меня вообще отобрали. Марина, вы не забудьте написать сообщение похитителям? Не забуду. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Привет, Андрюш. Привет. Ух ты, как мило. Это ты меня поздравляешь? Не я. Может, какой коллектив тебя поздравляет? Спасибо. Смотри, что я обнаружил. На снимках в левом углу дефект принтера. На записке с места похищения то же самое. Значит, фотографии и записка напечатаны на одном принтере. Степан, что это такое? Никакого праздника. У нас человек пропал. Понятно? Так точно. Там Лапшин пришел. Вот и займись им. Есть. Я вспомнил. Неделю назад я уезжал в командировку. Так торопился, что часть документов оставил в машине. А при чем здесь документы? Я попросил своего сотрудника срочно прислать их мне экспресс-почтой. Оказалось, что машину отогнали на штрафстоянку. Там ее разбили? Я не знаю. Сотруднику сделали доверенность. Он ее забрал, документы прислал. А когда я вернулся, машина была целой. А зовут его как? Кормачев Евгений. Я с утра пытался ему позвонить, узнать, что как. Но у него телефон выключен. Женя вчера не пришел с работы. Я решила, что он загулял. В каком смысле загулял? У него на работе были неприятности. Он мне рассказывал. Но я знала. И, ну, думала, праздник отметили. Он сорвался. А у него есть склонность к... Ой, нет. Он наоборот. В последнее время решил вести здоровый образ жизни. Никаких кафе, никаких перекусов. Даже в офис пешком ходил. Пешком до офиса? Да, тут недалеко. Минут 45-50. А вы искали его? Ну, конечно. Я вчера все больницы, все морки обзвонила. И сегодня хотела как раз в полицию обратиться. Такой у нас с девочками. Праздник мне веселый. С какими девочками? Вера и София. Дочки наши. В два часа телефон Кромачева находился на автостоянке. Затем поехал в сторону области. А через несколько минут пропала сети. Либо выключили, либо выбросили. В любом случае, надо осмотреть место. Галина Николаевна, приехала Марина Лапшина. Похитители прислали ей видеозапись. Наконец-то увидим похищенного. Ням-ням. Вот. Сегодня утром сообщение пришло. Деньги завтра в десять утра. Не сообщайте полиции. Спохватились. Да, там еще видео. Вы знаете этого человека? Лично нет, но мне кажется, я видела его в офисе мужа. Оксана, скачай видео. Кстати, извините, а вы не видели моего мужа? А то он сегодня утром ушел, сказал у него важные сведения для полиции. И телефон отключен. Да, приходил к нам. Ну, хорошо. А то, я думала, он опять прячется где-нибудь. У меня мама приехала. Праздник все-таки. Виталий Юрьевич, посмотрите запись. Это Женя. Евгений Кормачев. Вам нужны какие-то рабочие документы по нему? Да, нет. Его, в общем-то, случайно похитили. Перепутали с вами. Ну, я могу переговоры вести. У меня богатый опыт. А вы вообще долго здесь собираетесь прятаться от жены? Ну, как вы могли подумать, что от жены, а от тещи? Жена у меня ангел. А теща считает, что я ее притесняю. Ну, у нас вообще-то полиция, а не лагерь. Беженцева от тещи. А вот я тебя и нашла. Ну, ну, пойдем скорее домой. Мама без тебя так скучает. Ну, спасибо вам, дорогой товарищ Лапшин, за неоценимую помощь в расследовании. Можете уводить. Пойдем. ПЭС расследует похищение сотрудника торговой компании Евгения Кормачева. 7 марта преступники похитили его по ошибке вместо директора фирмы Виталия Лапшина. Накануне любовницы Виталия получили интимные фотографии Лапшина в объятиях соперницы. Да, нашла прямо на дороге. Ну, вернее, то, что от телефона осталось. Его тут раскатали на несколько частей. Да уж. Да, Андрюш, спасибо. И тебя с праздником. Я не понял, это что, она меня с праздником поздравила? Издевается, ты что, Соколову не знаешь? Зараза, блин. Ну, а что ты хочешь? Человек работает в праздник. Убедила. Смотри, второе сообщение о выкупе пост на с того же телефона, приблизительно из того же места, что и первое. Ну, и совсем что ли идиоты? Галия Николаевна, можешь написать злодеям, что они взяли интого человека? После этого у них выбор простой. Отпустить заложника или убить. Убить даже проще. Будем ловить на передаче? Они обязательно ошибутся. Все указывает на то, что похитители дилетанты. Мы пробили финанс Евгения Кармачева. Неделю назад он заплатил 100 тысяч рублей со своей дебетовой картой. В автомастерской колеса и руль. Большая сумма. А еще он заплатил 50 тысяч рублей там же по своей кредитной карте, причем оформил ее в день платежа. Выходит, Кармачев из своего кармана оплатил ремонт машины начальника. В мастерской сказали, что водитель не справился с управлением и врезался в столб. Точно в столб? Может, в кого-то? Я проверил. Машина-лапшина в ДТП не попадала. Юль, ты уверена, что на дороге был только один разбитый телефон? А ты думаешь, это дорога телефонов-самоубийц? Они специально туда приезжают, чтобы броситься под колеса. Это осколки телефона древнего, как пейджера Ивана Грозного. Ну, что было, то и собрала Оксан. А может быть, это вы неправильное место нашли? А вы только тапками меня не бейте, но я, кажется, знаю, в чем тут дело. Как приятно, когда в беседу включается самый умный. Да. А у Кармачева был хороший новый смартфон. Ну, я же говорила. Но в день похищения он сим-карту из хорошего нового смартфона переставил в свой старый мобильник. И зачем он это сделал? А вот это нужно спрашивать не у Андрюши, а у жены пропавшего. Галина Николаевна. Что случилось? Я понял, почему Кармачев ходил на работу пешком и почему отказался от кафе и столовых. Здоровый образ жизни? У него не было денег. И все деньги, которые у него были, он отдал за ремонт машины Лапшина. Не понимаю, зачем было скрывать это от хозяина машины? Кармачев лишился бы и работы, и денег, а так только денег. И это вы сами раскрашивали? Ого себе! Дом и радуга. Вот так получится, девчонки. Надо поговорить. Женя 6 марта уронил телефон в воду и вложил его в банку с рисом. Я читала, что это помогает высушить без потери данных. Да, а симку переставил в старый аппарат. Именно. Я могу взять телефон? Конечно, если нужно. Мне сказали, что его похитили на площади около офиса, а там, я знаю, висит камера. Да, запись у нас есть, только она нам ничего не дала. Он был в коробке. Это, наверное, подарки мне и девчонкам. Женя всегда так забудет, извините. Извините. Да, Соколов, слушаю. Юля, ты помнишь Светлану Спирину? Это вторая любовница директора. А что с ней не так? А Холодов нашел в ее компьютере запросы по теме неисправности, ведущие к потере управления и ДТП с поломкой рулевого управления. Галина Николаевна. Ладно, на связи. Да. Последние 10 дней Спирина активно общается с неким Ярославом Рубчиковым. Чем он интересен? Ну, во-первых, он бывший одноклассник Светланы. У них общие фотографии на страницах в соцсети. А может, нам на всякий случай арестовать всех ее одноклассников? А во-вторых, Ярослав работает автослесарем. Ну, не будет же сама Спирина ломать рулевое управление машиной неверного любовника? Ярослав Константинович Рубчиков? Ага. Как же я люблю забеги в праздничные дни. Мне кажется, мое кунг-фу покруче. Рот, откройте. Зачем? Ну, хотя бы в благодарность за то, что я вас не пристрелил. Рот, откройте. Закрывай. Галина Николаевна, на постельном белье Светланы Спириной обнаружены следы интимной близости между Спириной и Ярославом Рубчиковым. И она еще возмущалась изменами Лапшина. На руками куртки Рубчикова найдены следы машинного масла. Ну, вообще-то автослесарь. Его сервис работает с японскими и корейскими машинами, а у Лапшина немецкая машина. Там совсем другое масло. Ясно, спасибо. Светлана попросила меня повредить руевое управление. Вы понимали, что это уголовное преступление. Покушение на убийство до 15 лет, лишение свободы. Я сделал так, что тачка сразу сломается, как только поедет. Он не успел бы даже скорость набрать. И потом я не мог ей отказать. Почему? Я ее со школы люблю. Сколько она вам заплатила? 50 тысяч и 10 свиданий. Ну, то есть я просил 10, а договорились мы только о 7. Но 3 она уже... Заплатила. Ну да, типа того. Машина где стояла, когда вы ее ломали? На стоянке, около дома. Я только-только закончил, подъехал эвакуатор. И я еще подумал, слава богу, никто не пострадал. Этим летом мы с Виталиком были в Турции. Он говорил, что я любимая и единственная. А после этого вам приходят фотографии лапшина с другой девушкой? Я психанула и нашла Ярослава. Ну, говорят, обещать не значит жениться. Ну, так Виталик обещал. Сразу после того, как умрет его жена. А почему она должна умереть? Ну, так она смертельно больна. Это вы откуда знаете? Так он мне сам сказал, что между ними уже давно ничего нет. И он не может оставить ее умирать в одиночестве. Ну вот, вы тоже знаете. Марине Лапшиной пришло очередное сообщение от похитителей. Она должна завтра ждать с деньгами на автобусной остановке. На какой? Рядом с домом. Деньги требует положить в спортивную сумку. Андрей, ты проверил историю с забытыми документами? Да, похоже, лапшин не врет. Он действительно опаздывал на самолет, но... Что за «но»? Вот смотрите, на документах в левом углу небольшой дефект принтера. Такие же дефекты были на фотографиях и на записке с места похищения. А это значит, что... Документы распечатывали в офисе Лапшина. Следовательно, фотографии и записки печатались там же. Угу. Так, ну вы готовы? Да. Такая подойдет? Ну, то, что надо. А злодеи сказали – спортивная сумка. Пойдемте. Да, у меня один вопрос. Вы ведь бывали мужа на работе? Конечно. В день, когда любовницу вашего мужа в почтовый ящик подбросили его фотографию с другой любовницей, вы были в районе ее дома. Вы хотите сказать, что Виталий мне изменяет? Присаживайтесь. В вашем домашнем компьютере найдена интимная фотография Виталия Юрьевича с его двумя очень близкими подругами. У нас очень мало времени. Нужно ехать на передачу денег. Ну, я давно заметила, что у мужа кто-то появился. Наняла знакомого. Оказалось, их сразу две. Ну, на самом деле, это даже лучше. Почему? Их можно было стравить друг с другом. Одной я отправила фотографии на телефон, а другой положила в почтовый ящик. То есть вы заказали похищение мужа? Если бы это была я, разве моего мужа с кем-нибудь перепутали бы? Все готово, можно ехать. Угу. Пойдемте. Гарин Николаев, телефон Евгения Крамачева, который сушили в рисе, он никогда не был в воде, абсолютно исправен. А зачем же его сушили? Ладно, найдем Евгения, спросим. Ладно, найдем Евгения. Да ты понимаешь, ты только что человека убил, а? Галина Николаевна, ну, передачи денег у нас, похоже, не состоялось, а вот семейная разборка уже началась. Да главное, следи, чтобы они не поубивали друг друга. Ясно, ну, тогда я пошла. Да из-за твоей ревности его убили, хватит орать! Что? Да если бы ты по бабам своим тупым не ходил, ничего бы, вообще не было бы! Так, прекратите оба! Ну, как вы не понимаете, человека криком не вернуть! Или вернуть! Здрасте, Виталий Юрьевич! Привет, Жень! И вообще как? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ты че? Граждане! Федеральная экспертная служба. Нам нужны понятые свидетели, очевидцы для составления отчетов, заполнения протоколов. С документами подходите! И мне, наконец, удалось доказать ему, что я не лапшин. Похитителя сможете опознать? Нет, он был в маске. А мне потом мешок на голову надели, я в нем два дня просидел, вообще ничего не видел. Разрешите, Галина Николаевна? Да, проходи. Ты принесла, что я просила? Конечно. На шее сзади. Вы позволите? Благодарю. У вас в крови найден этиловый спирт. Меня заставляли пить, чтобы я не сопротивлялся. Наши Евгения Кармачева частицы белой краски. Испачкался вместе заточение? Нет, их-то много. Как будто что-то красил, причем совсем недавно. За одну-два мытья, краска сошла бы. Я пробил телефон Кармачева. Иди сюда. Среди тех, с кем он связывался в последнюю неделю, есть Дмитрий Шаров. А у Шарова есть внедорожник. Ты на это намекаешь? Чей-то я намекаю. Говорю прямым текстом с картинками. Есть, Степа. Отпечатки пальцев Евгения Кармачева есть на заднем пассажирском сидении и на кнопке стеклоподъемника. Похоже, что ты так возили похищенного? Конечно, не похоже. Эти два артиста устроили дешевый спектакль, а мы стали его зрителем. Тогда меняем декорацию, заключительный акт, тюремная камера, машина. С каким бы удовольствием я бы сейчас воспользовалась советом Холодова. Ваши руки чешутся. Вы организовали самопохищение, чтобы получить выкуп за своего начальника? Отпустите его! Отпустите его! Дима ни при чем! Это я все придумал! Рассказывайте! Неделю назад я забирал машину шефа со штрафстоянки. Тачка крутая. Нажал на газ и сразу в столб. Вы отремонтировали машину за свой счет? Все равно платить. А если не узнают, я сохраню работу. Я потратил все, что у меня было и у мужиков с работы занял. Поэтому вы решили похитить самого себя? Не в этом дело. Восьмое марта. А у меня не то, что подарок купить. На простой цветок денег не было. Когда вас похитили, вы стояли с коробками? Из-под обуви. Ленточка обернул и лепестков накрошил. Как будто меня с букетом похитили. А зачем вы поменяли телефонную трубку? Ну, не мог же я выбросить хороший аппарат. Мне его Надя подарил. Вы поймите. Я не мог обмануть ожидания дочерей и жены тоже. Кормачев договорился со своим приятелем, чтобы тот помог ему разыграть похищение. Как будто по ошибке похитили вас. Сколько он ему заплатил? Нисколько. У Кормачева нет ни копейки. Ну, помог приятелю стены в доме покрасить. Ты ему вернешь. Ты ему все вернешь. Это все из-за тебя. Это твои бабы машину сломали. Это все из-за тебя. Позел, похоти его. Все, понял. Заплачу. И начинай только опять. Не начну. Я тебя так не начну. Я тебя так по голове не начну. Сейчас еще маме расскажу, пока она вообще... Ну, давай, только без глупостей. Я быстро. Может, его проконтролировать? Да, куда он денется? Он под это дело написал, я вкус повин. А кому букет? Так это ж вы ей подарили, никогда дома не довезу. Я сейчас. Евгений! Вы же букет забыли. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Вот теперь поехали. Так... Поехали, поехали. Галина Николаевна! Понятно. Ты все правильно сделала, Юля. Все правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok